Слышали про такой природный минерал, как охра. Это в состав охры входит глина, а глина у нас красно-оранжевого цвета. В пятом Б-классе 2-го Одинцовского лицея урок изобразительного искусства. Ведет его Светлана Владимировна Ромащенко. Сегодня дети рисуют орнамент, но сначала предыстория. Прялка. Для чего и как ее использовали, что означает узор, как и чем его рисовали. Ну и начинаем тянуть ниточку. Тянуть. Это не пух, это нитки. И что мы с этой ниткой делаем? Тянем и скручиваем ее. И скручиваем ее. Молодец. А на что накручивали вообще эту нитку? Теперь можно приступать к рисованию. Ребята невероятно увлечены процессом, а Даша Лычагина даже стала дополнительно заниматься изобразительным искусством. Мне очень нравятся уроки рисования. Они такие интересные, такие необычные. Я вообще очень люблю рисовать. И вот после этих уроков я стала ходить еще в художественную школу. Светлана Владимировна в лицее работает уже 17 лет. Помимо ИЗО она преподает еще мировую художественную культуру. А совсем недавно она стала победителем регионального конкурса «Лучший учитель-предметник» и «Лучший учитель начальных классов». Он проходил в несколько этапов. Сначала педагог собирает документы, подтверждающие его активное участие в жизни школы. Потом предоставляет видеоролик о себе и своей работе. На муниципальном уровне я вышла на первое место. То есть не на первое. Нужно было от муниципалитета по одному человеку, учителю-предметнику или начальных классов. Уже на регион. По Язенцовскому округу, да. На регионе нас было человек 12. То есть вот 12 человек с разных округов. Мы уже соревновались. Это было в Зуме. Мы соревновались. Кто лучше расскажет про себя. Светлана Владимировна подготовила презентацию о проблемах ее предмета. Считает, что одного часа в неделю мало для получения качественных знаний при большой наполняемости класса. В лицее сейчас средняя численность детей – 32 человека. На конкурсной встрече в Зуме Светлана Ромащенко выступала одной из последних. Волновалась, хотела все переписать, но выступление было уже готово. Я шла по улице, гуляла с собакой. Прозвенел звонок. Настроение было не очень хорошее. И девушка начала что-то говорить про конкурс. То есть я понимала, что она говорит про конкурс. Потом, когда до меня дошло, она говорит, и выиграли премию – 300 тысяч. 5 октября нас вызвали в Министерство образования Московской области, наградили грамотой. Ну, собственно говоря, я получила денежную премию. На заключительном этапе конкурса в Зуме члены жюри спрашивали педагогов, как они распорядятся премией в случае выигрыша. Для Светланы Владимировны тогда этот вопрос не прозвучал. Но с нашей съемочной группой она поделилась своими планами. Во-первых, я хотела бы сделать подарок лицею. То есть у меня есть уже задумка. У нас есть костюмерная. И, помимо всего прочего, я очень часто шью костюмы. Я бы хотела купить парогенераторов для того, чтобы наши детки ходили в красивых классных костюмах. Светлана Владимировна не сомневалась в своей победе, как и директор лицея Виктория Александровна. Есть учителя творческие, есть учителя погруженные в науку. Но если ты учитель, ты ребенка всегда ведешь куда-то ввысь. Ты ребенку должен взрастить крылья. Вот Светлана Владимировна – это один из тех педагогов, на чьих уроках дети всегда парят на крыльях. На ее уроках интересно побывать не только детям, но и взрослым. Светлана Ромащенко живет любимым делом. Сейчас она классный руководитель девятого класса, и это будет уже ее третий выпуск. Я теперь вообще не мыслю себя без школы и даже не представляю, кем бы я еще могла бы быть, если бы не педагогом. То есть, абсолютно. Ольга Дмитриева, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова». Необычное дерево.